Сезон виноделий приближается и сегодня мы с вами делаем закваску для наших виноградных вин. Для чего она нужна? Для того, чтобы наше сусло забродило быстрее и вино получилось более качественным. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Я уже сказала, что закваска нам нужна для того, чтобы наше сусло забродило быстрее. А для чего нам нужно, чтобы оно забродило быстрее? Да для того, чтобы всяким нехорошим микроорганизмам было как можно меньше возможностей размножаться в нашем сусле и чтобы они не портили наше вино. За какое время нам нужно начинать делать закваску? Примерно за 10-14 дней. Итак, для этого нам понадобится немного винограда, ну и какая-то чистая тара. Все как обычно, виноград перебираем, в баночку складываем. Никаких гнилых ягодок, никаких порченных, все целенькое должно быть. Убираем ягодки с веточек. Значит, смотрите, можно использовать любой виноград, ну винный. Можно темный, можно светлый, но поскольку у меня первая партия вина будет светлая, я использую светлый виноград, чтобы темный мне не дало краску. Хотя мы используем не такое большое количество, но тем не менее. Зачем? Если бы первая партия была темная, да, то можно использовать и темный. Вообще хорошо использовать тот, который лучше созрел. Пропорции. Опять же, все приблизительно на глаз. Мы что делаем, примерно вот так вот, две гроздочки, сколько у нас тут, когда пожмем, получится половину пол-литровой баночки. На первую партию 20-30 литров этого нам будет вполне достаточно. Все, теперь нам это надо немножко помять. Можно даже сильно не стараться, можно даже просто руками, толкушкой, чем угодно. Так, сейчас нам надо будет здесь замерить уровень сахара. У меня здесь получилось 17 брикс для закваски этого малолата. И я сейчас добавляю сахар на глаз и просто потом замерю. Значит, для чего это делается? Смотрите, у нас есть две группы дрожжей. Одни хорошо и быстро сбраживают. Первые сахара, да, а потом уже там, когда накапливается определенная степень спирта, то подключается другая группа дрожжей и дображивает остаточный сахар. И чем слаще сусло изначально, тем вот этих дрожжей, которые сбраживают последняя сахара, будет больше. Именно поэтому я закваску всегда подслащаю, тем более у меня в дальнейшем это все пойдет на пятнатый, на игристый. И как раз таки мне и нужны вот эти дрожжи, которые сбраживают вот эти последние сахара. Вот я сейчас размешаю, просто на рефрактометре померю. То есть можно отмерять, но можно сделать и на глаз. Нам надо где-то 23-25 сахара. Итак, у меня получилось 24,5. Мерю я это все рефрактометром. Если вы используете маленький стеклянный поплавок, то им, конечно, будет неудобно все это делать, потому что этот сок надо процеживать, ну, можно процедить и работать с ним, из него делать закваску. Так просто чуть-чуть проще добавляла я, конечно же, на камеру я вам показала, что чуть-чуть добавляла. На самом деле где-то 2,5 без горочки столовых ложки сахара ушло. Еще такой момент. Возможно, вы слышали, что дабы в закваске не плодились плохие дрожжи, мусорные, так их называют, можно добавлять спирта до 3-4%. Да, действительно, это можно делать, но я вам скажу, что несколько лет назад я экспериментировала с заквасками и ставила разные. Смотрела, как быстро они изображивают. Так вот, там, где был высокий сахар и уже был спирт, в итоге эта закваска у меня завонялась и появился такой неприятный запах. То есть там все равно размножился кто-то плохой. Поэтому я больше так не экспериментирую, я добавляю только сахар. Если вы не планируете сбраживать высокосахаристые сусла, там выше 20 брикс, то, в принципе, вот то, что изначально у вас был, вот там сахар 17 у меня, да, то можно на этом и остановиться, ну, либо, тоже видите, у меня такая косточка еще чуть-чуть зеленовата, ну, пока еще виноград будет дозревать, пока закваска стоит, то сможете вот чайную ложечку без горочки на 250 мл этой закваски добавить, размешать, этого будет достаточно. То есть здесь цифры необязательные. Все, теперь мы накрываем это крышечкой, так и ставим в темное место. Можно по нескольку раз в день все это доставать и хорошенько взбалтывать, потому что при взбалтывании дрожжи будут лучше и легче размножаться. Итак, у нашей закваски прошли сутки, и уже видно небольшое брожение. Видите, вот эти пузырьки, и камера не передает, если вот подержать ровненько баночку, то видно, что такие же мелкие пузырьки поднимаются со дна. Но это еще самое-самое начало, то есть такую закваску мы еще не используем. И помним, что до 3-4% спирта у нас бродят, ну, так называемые мусорные дрожжи, и только потом уже подключаются те дрожжи, которые нам нужны. Соответственно, закваску, ну, для того, чтобы мы добавили в наше вино, в наше сусло то, что нужно, надо подождать примерно дней 10. Дни через 10 у нас как раз-таки там наберется нужная нам культура. Больше держать, ну, бывает спрашивают, что вот можно ли больше, можно ли ее хранить, то есть там уже дрожжи будут переходить на более поздние этапы брожения. В принципе, они будут живы, но их количество будет несколько уменьшаться. То есть это тоже надо иметь в виду. И еще такой момент. Температура, где ставить закваску. Смотрите, в идеале, конечно, было бы ставить при той температуре, при которой в дальнейшем будет бродить. То есть если мы планируем холодное брожение, то в идеале, чтобы и закваска бродила при холодном брожении. Но, опять же, нам надо вот сначала, чтобы этот мусор ушел, поэтому первоначально мы оставляем при комнатной температуре порядка 20. А когда у нас начнется такое хорошее, уже бурное брожение, тогда можно переставить в холод. Еще в тот момент дрожжи это нормально переживут. Они к этому холоду приспособятся. И потом мы их уже будем вносить в точно такое же холодное сосло. И там они уже будут сбраживать и делать непосредственно наше вино. Вот, смотрите, это наша закваска на третьи сутки. Она уже активно бродит. Видим, поднялась в мезг. Красивая шапочка. Крышечку я пока закрыла. Крышка сама поднимается. Когда газа становится слишком много, крышка сама приподнимается. Напомню, такую закваску использовать еще рано. Сахар с 25 упал до 20. Понятно, что сейчас смирения будут не совсем точно, но хотя бы примерно. Сейчас здесь где-то 2,5% спирта. И еще пока что размножаются мусорные дрожжи, которые нам не нужны. Поэтому нам надо подождать. Итак, вот наша заквасочка. Значит, здесь осталось 7% сахара. На самом деле не 7. На самом деле меньше, потому что спирта тоже дает показания по рефрактометру. Да, мы видим, что уже выражение даже немножко замедляется. Я немножко ее взболтала, да, но уже пытаются шкурки опуститься на дно. Ну, то есть я ее чуть-чуть передержала в дне 2 назад. Она была идеальная. Но поскольку я ее буду использовать сегодня, да, то в принципе все хорошо. Если, допустим, у вас такая ситуация, что вы вот закваску поставили, да, вот она пришла уже к такому состоянию, а вам еще рановато снимать виноград, просто добавьте сюда еще немножко ягод. Уже мы не добавляем с вами никаких сахаров, ничего, да. Просто мы добавляем свежие ягодки, чтобы дрожжам было чего кушать. Новое питание. И разбавляем спирт, который уже там. Причем можно делать со шкурками, можно отжать чисто сок. Это вы уже смотрите как бы на свое усмотрение. Также, можно ли хранить закваску в холодильнике можно, но тоже ее надо ставить чуть-чуть раньше, когда еще сверху шапочка хорошая. Вот сейчас, ну, опять же, конечно, можно, можно, да, но лучше, чтобы она была более активненькая. Еще касательно хранения. У нас будет несколько партий вина, но мы уже не будем хранить закваску, да, мы просто с одной партии будем добавлять часть сосла в другую. Чтобы все бродило. Но, опять же, если перерыв большой, значит, можно оставлять закваску. Конечно, повторю еще раз, то, с чего начинала, закваска не обязательно. Она вам просто дает более ранние старые поражения, соответственно, меньше будут размножаться там всякие нехорошие микроорганизмы, ну, и так будет легче и проще. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку еще будет ссылка на каталог наших сортов и награды и наши контакты. До новых встреч!